хан известный участник группы стройки и первое с чего бы хотелось начать так это то что его зовут не хан возможно для кого-то шок-контент а для кого-то обыденная информация в общем многие baby stay и baby кейпоперы когда знакомятся с участниками группы стройки считают что хана зовут хан потому что зачастую кейпоп артисты перед дебютом либо же берут свое настоящее имя для сцены либо же придумывает какой-то псевдоним который вообще никак не связан ни с именем ни с фамилией однако хан решил что это слишком убыденно и скучно и поэтому как псевдоним он взял свою фамилию да ха это его фамилия настоящее имя парня джисон и как признается хан в интервью это было его личное желание он считает что слово хан более запоминающиеся нежели слова джисон и он надеется что таким образом у него получится сделать более большой вклад в музыкальную индустрию это его как официальная версия почему он выбрал себе такое сценическое имя однако некоторые фанаты группы стройки построили и другую теорию почему он взял себе такое сценическое имя все дело в том что хан интроверт и некоторые фанаты стройки считают что выбери себе сценическое имя свою фамилию они имя он определенным образом хотел защититься ментально но это как теория фанатов вообще я когда узнала что хан интроверт очень сильно удивилась потому что когда смотрю его на красных дорожках во влогах в клипах у меня не возникает ощущение того что ему как-то дискомфортно среди большого количества людей однако как хан сам признается в интервью когда он попадает в какую-то компанию огромного количества незнакомых людей ему становится максимально неуютно и ему даже в каком-то образом хочется сбежать однако когда он в компании своих близких друзей например тех же участников стройки в целом он чувствует себя довольно комфортно и расслаблено сейчас хан в интервью говорит что он пытается бороться с этим чаще выходить на улицу и на мероприятия и там знакомиться с новыми людьми однако не всегда это у него хорошо получается так в декабре 2019 года gvp сообщили что у хана обнаружены симптомы тревожного расстройства он немножечко побыл на перерыве в тот момент за него фанаты очень сильно испугались однако к счастью хан довольно быстро вышел из своего ареста и продолжил свою деятельность в группе стройкиц возможно если вы не знакомы с таким термином тревожное расстройство вам эта информация вообще ни о чем не говорит но знаете что я вам скажу ли я из группы идти находится на перерыве уже более 8 месяцев как раз таки из-за тревожного расстройства поэтому с этим делом реально не шутят кстати говоря али из эти сейчас вообще многие фанаты этой группы задаются вопросом а что будет с идея что будет сли почему она ушла на такой вот длительный перерыв и я отвечаю на все эти вопросы сделала отдельное видео биографию у ли очень советую вам его посмотреть по ссылке в подсказках или по ссылке в описании под этим видео но возвращаясь к хану из группе стройкиц до того как он стал всем известным ханом из группы стройкиц он конечно же родился в принципе как и все люди хан родился 14 сентября в 2000 году в инчхоне хан в тот момент был вторым ребенком семье у него есть старший брат изначально планировалось что хан будет расти в южной корее однако когда он был очень очень маленьким он переезжает малайзию со своей семьей и там идет в среднюю школу в целом у хана было обычное детство он ходил в школу и играл с друзьями но все-таки было у него то что отличало его от других парней все дело в том что отец хана умеет играть на гитаре и часто играет на этом музыкальном инструменте именно его отец научил хана играть на гитаре но примечательно хоть его родители по факту сами приучили к его к музыке они были очень против чтобы их сын выбрал карьеру музыканта однако у хана было другое мнение и вот будучи подростком хан едет в сиум для того чтобы сдать экзамены этот он говорит с родителями о том что он очень очень сильно хочет стать кей-поп айдолом его родители как мы поняли были против однако полностью запрещать своему сыну следовать за мечтой они тоже не хотели поэтому хан со своими родителями заключает мини договор хан договаривается что если в течение года он не пройдет ни одно прослушивание в кей-поп компанию он вернется в малайзию и там продолжит учиться его родители согласились на этот договор сейчас в интервью хан говорит что в тот момент для него было очень трудное и напряженное время он реально очень сильно загорелся идеей стать певцом и он понимал что если он вернется в малайзию скорее всего на карьере певца уже просто можно поставить крест однако все-таки у хана не угасали надежды на то что даже если он не станет кей-поп айдолом он будет стараться стать именно музыкальным продюсером потому что он обожает писать музыку и считает что через треки можно круто рассказывать жизненные истории и ему это безумно нравится но стать музыкальным продюсером это был план б а вот план а у хана в целом был хороший как оказалось когда он ходил на прослушивание в различные кей-поп агентства у него был друг с такими же мечтами и с такими же целями и вот однажды утром его друг приходит хану с предложением а давай пойдем на прослушивание в живой пи и по правде говоря хан особо-то на то прослушивание не хотел потому что сам себе был не уверен и считал что такая большая кей-поп компания никогда его не примет однако его друг подкупил его тем что как минимум зайдя в здание живой пи он сможет встретить селебрити и хан согласился на это предложение и вот вдвоем парни приходят на прослушивание в живой пи и в тот день хан был единственным парнем который на прослушивание читал рэп и тут у вас возможно появился вопрос а как это хан был единственным человеком который в тот день читал рэп все дело в том что когда человек приходит на прослушивание в кей-поп компанию он может проходить его по факту с любым своим навыкам это может быть вокал танцы или рэп в общем в чем ты себя можешь лучше всего показать то ты выбираешь для прослушивания и вот в тот день хан был единственным кто занимался рэпом и вот чуть позже джессон узнают результаты прослушивания в живой пи его приняли а его друга нет когда хан узнал это он просто был в шоке и он реально не мог в это поверить однако в тот же момент он конечно же был очень и очень счастлив и вот он становится тренинг живой пи он много тренируется улучшать свои навыки в рэпе в написании музыки в вокале и конечно же в танцах и вот где-то к концу 2016 года он будучи тренинг живой пи им знакомиться и все еще двумя талантливыми стажерами банчаном и чан бина и как оказалось все они просто обожают заниматься музыкой и вот чтобы время не проходило зря кроме стажерства в живой пи эти трое решили основать свое собственное хип-хоп трио которое они назвали 3 рача для этого хип-хоп трио каждый из парней выбрал себе псевдоним и хан на тот момент придумал себе псевдоним джей уан и вот в начале 2017 года они выпускают свой первый микстейп который они выгружают на soundcloud и далее они втроем начинают просто выгружать музыку в интернет который они сами написали и которые им самим понравилось но в тот же момент они все еще оставались тренинг живой пи тут я должна сказать что в целом живой пик 3 рача относились нейтрально если им это дело не мешает тренироваться в нашей компании окей пусть этим заниматься но живой пи группе 3 рача дебютов стройкиц никогда не относились как своему проекту который нужно продвигать соответственно 3 рача были просто независимым проектом который курировала три парня хану очень нравилось писать музыку с банчаном и чан бина однако все-таки эта группа почти не продвигалась а как мы знаем кей поп индустрия очень жестокая в ней огромная конкуренция и по факту им продвинуться мы самим без компании было очень сложно поэтому все таки эти трое надеялись на дебют и вот осенью в 2017 году стартует реалити-шоу стройкиц на котором живой пи как раз таки сформировали группу стройкиц в этом шоу было много напряженных моментов был момент что феликс и минхо вылетали из этого проекта однако по финалу все 9 человек которые появились в первом эпизоде дебютировали в группе стройкиц дебют парней состоялся в марте 2018 года и группа пришла на сцену кей-поп в составе девяти человек и тут у вас сейчас возможно такой вопрос как это стройкиц в составе девяти человек если вы вдруг не знали то до конца 2019 года в группе стройкиц и правда было девять участников и если для вас это прямо сейчас шок контент вы об этом никогда в жизни не слышали то советую посмотреть мое отдельное видео про того самого девятого забытого участника группы ссылку вы найдете в подсказках и в описании под этим видео но вообще иронично что после ухода того самого девятого участника у группы стройкиц дела пошли вверх песни начали залетать в топы чартов у них начало появляться все больше фанатов по всему миру и сейчас группу стройкиц знают правда очень многие люди которые интересуются кей-поп или даже не интересуются корейской музыкой а просто любят поп музыку но тут появляется вопрос а что насчет хип-хоп трио 3 рача дебютировала в группы стройкиц то есть по факту три рача должны были быть расформированы и по факту того что них просто теперь не хватает времени на этот проект и тут я должна сказать что в целом до 3 рача сейчас не продвигаются как отдельная группа однако эти трое парней продолжают делать огромный вклад в треки стройкиц почти во всех кредитах к песням стройкиц вы можете найти хана бончана и чанбина и чаще всего их как раз таки указывают именно как три рача то есть живой пи сейчас ими очень-очень дорожит и они ценят что в их группе стройкиц есть те парни которые готовы писать хитовую музыку так в нескольких альбомах стройкиц in life им эксиденс есть юнитные песни 3 рача и вот в сентябре 2023 года группа стройкиц должна была полным составом поехать на фестиваль в нью-йорке global citizen однако несколько из участников попали в аварию и по причине здоровья просто не могли переехать в нью-йорк и сначала gvp подумывали отменить выступление группы но потом придумали что пусть юнит 3 рача представить стройкиц в нью-йорке и так вот этот мини юнит 3 рача выступал на одном из известнейших музыкальных фестивалей в нью-йорке вот такая вот ситуация но это кстати не единственный раз когда 3 рача выступали ну плюс-минус как независимый проект так на премии мама 2022 3 рача также выступали с легендарным певцом tiger gk и знаете что интересно что именно после этого выступления именно 3 рача договорились с ним о коллабе для песни топ-лайн которая по итогу вошла в альбом стройкиц five star который вышел в июне 23 года кстати песня топ-лайн мне очень-очень нравится несмотря на то что это без сайт лично для меня это одна из моих самых любимых песен у группы стройкиц очень советую вам ее послушать кстати после этого коллаба tiger gk в интервью очень хорошо взывался группе стройкиц и говорил о том что ему очень понравилось с ними работать и он надеется что в будущем они еще сделают какой-нибудь совместный проект возвращаясь к юниту 3 рача кроме того что они пишут много музыки для группы стройкиц также при записи треков группы в музыкальной студии участники 3 рача наставляют других мемберов стройкиц как лучше записать трек одно из таких прикольных видео в которых это очень хорошо показано это видео с записи альбома five star и вот наконец-то 3 рача в декабре 23 года наградили парни победили в номинации best creator на премии и 2023 вообще с этой номинации с этой победы там связано очень смешная история в общем начать нужно с того что когда вручали номинацию best creator хан и сэн мин просто решили выйти просто по своим делам и тут объявляют о том что три рача победили в этой номинации хану нужно идти на сцену и они сэн мином начинают через весь зал бежать обратно на сцену к счастью прибежали вовремя и хан вовремя с бончаном и чан бином вышел на сцену но это еще не все когда бончан говорил милую речь о том что он очень благодарен что в группе стройки есть тоже такие классные талантливые парни и что он им очень благодарен за совместную работу мэр строки которые сидели в зале начали показывать вот так вот пальцем вниз тролля группу три рача в общем вот такая вот забавная ситуация некоторые фанаты строки из правда восприняли эту ситуацию очень плохо начали говорить о том что вот мембры не уважают труд три рача но на мой взгляд это наоборот показатель того насколько участники близки и что даже вот в такие милые вроде бы трогательные моменты они могут друг на другом пошутить и никто на это не обидится поэтому на мой взгляд это было очень смешная ситуация а вообще нужно сказать что живой пи им видя то что в группе строки из очень много талантливых участников и что они готовы писать много своей собственной музыки даже сделали им отдельный проект строки из records в рамках которого мемберы строки из могут выпускать музыку которую они написали сами и хан активно участвуют в этом проекте на канале строки есть огромное количество сольных песен хана как раз таки в рамках этого проекта однако именно в апреле двадцать четвертого года хан очень сильно удивил фанатов он выпустил свой новый сольный трек в принципе как ничего неожиданного да то есть новая прикольная песня от хана но как оказалось это был коллаб с бей и за микс просто это был реально один из самых неожиданных коллабов и к сожалению некоторые даже о нем и не узнали потому что песни в рамках проекта строки из records не продвигаются но подписчики моего телеграм-канала полинси конечно же узнали об этом самым первым поэтому если не хотите пропустить никакую кей-поп новость обязательно прямо сейчас подпишитесь на телеграм по этому qr-коду или по ссылке в описании этого видео но вообще то что хан выпустил песню в апреле в рамках проекта строки из records для многих фанатов стало прям очень крутым событием не только потому что это новая песня а потому что вот хан поучаствовал в проекте строки из потому что все дело в том что в начале двадцать четвертого года в интернете появились слухи о том что хан уходит из группы строки из но максимально странные слухи с чего это вообще взялось в общем как известно группа строки из уже в прошлом году была назначена амбассадорами туми хилфингер и вот выходит новая рекламная компания со строки и хан на этих фотографиях не появляется фанаты сразу же очень сильно заволновались и начали задаваться вопросами а где же хан его gvp выпускает официальное заявление о том что в те дни когда проходила съемка хан плохо себя чувствовал и было принято решение чтобы он не участвовал в этой фотосессии чтобы он мог восстановиться и вот официальное заявление вышло его обсудили и вроде бы все успокоились однако чуть позже томми хилфигер продолжили выставлять фотографии с той фотосессии и почему-то многие начали игнорировать то заявление gvp и начали по интернету активно распространять слухи о том что хан уходит из группы стройки вообще то что айдол не появился по состоянию здоровья на каком-то мероприятии или фотосессии в кей-поп это довольно обычное дело у айдолов очень загруженный график и они как обычные люди оказывается и болеют но и поэтому иногда они отсутствуют где-то и почему конкретно в этом случае и именно с ханом некоторые начали распространять инфу о том что вы выгнали из группы мне лично непонятно но вот такой вот был слух и был он очень активно но вообще слухи о том что хана выгнали из стройки но они реально максимально странные и ну блин ну кто их придумал зачем понять не сложно потому что хан кроме того что у него хорошие взаимоотношения с участниками стройки он пишет много музыки для группы хан реально из своем поколении эйс это тот человек в котором просто идеально все и рэп навыки и вокальные навыки и танцевальные навыки и он еще и классно пишет музыку все это описывает хана его выступление набирает миллионы просмотров а фанаты стройки называют хана одним из главных эйсов в четвертом поколении и кстати что интересно хан очень любит показывать свои навыки не только на сцене или в новых треках а даже просто в соцсетях так однажды хан спел песню чангука 3d на бабл ну и конечно же у хана есть инстаграм и в отличие от других айдолов которые выставляют свои фотографии в эту соцсеть хан предпочитает на своем личном аккаунте делиться небольшими видео где он играет на гитаре поет ну в общем показывает свои музыкальные навыки кстати говоря про инстаграм хана там была на самом деле тоже очень забавная ситуация в общем в августе 2023 года все участники стройки открыли свои личные инстаграм аккаунты да фанаты группы наконец-то дождались однако все да не все хан или ноу заявили что они к открытию личных аккаунтов не готовы и сначала фанаты стройки за очень расстроились и начали говорить о том что вот они теряют хороший способ продвижения однако чуть позже появилась очень смешная шутка в общем до открытия личных аккаунтов все там сольные фотографии постились как раз таки в общий аккаунт стройки в инстаграм но когда парни открыли личные аккаунты по факту все это надо было начинать с нуля и вот хан или ноу просто решили для себя любимых взять уже раскрученный групповой аккаунт стройки и там постить свои фотки но вот так вот все это было полгода но в марте 2024 года на шестую годовщину стройки иц хан или ноу все-таки открывает свои личные инстаграм аккаунты и сейчас инстаграм хана насчитывает более трех с половиной миллиона подписчиков и вот я рассказала про детство хана про карьеру его в стройки иц в три рача даже рассказала про забавные ситуации с инстаграмом но не сказала самую прикольную вещь связанную с ханом все его карьеру его очень активно сравнивают с хомяком из-за внешности фанатам стройки реально кажется но и я тоже соглашусь с этим мнением что хан определенным образом реально похож на хомяка и парню от этого не обидно ему это наоборот нравится и он сам это лично очень часто обыгрывает так на недавнем фан-митинге стройки с который прошел в марте этого года хан повторил известные позы мемы из хомяка и однажды в тик ток хан также повторил позы от известного хомяка но и это еще не все если уж говорить об этом глобально то его официальный персонаж это хомяк в общем сами живой пи тоже видят это забавное сходство и решили его обыграть с официальным персонажем а как вы считаете хан похож все-таки на хомяка или это уже всему фандому стройки что-то лишнее кажется делить свое мнение в комментариях и так что можно сказать по итогу хан очень талантливый и целеустремленный человек очень круто что в подростковом возрасте он все-таки решился на поездку в сеул и своим талантом и трудоспособностью доказал что он достоин стать трене в компании живой пи также конечно же не будем отменять того факта что еще до дебюта будучи трене он чан бин и банчан основали свое собственное независимое хип-хоп трио просто вдумайтесь графики кей-поп трене они и так очень загруженный они так очень уставали но все-таки у них была большая мечта самим писать музыку и они все-таки находили какое-то свободное время какие-то силы для того чтобы писать самим музыку и очень круто что вот в последнее время уже три рача тоже начали выделять давать им награды и давать какие-то отдельные выступления в общем наконец-то их оценили по достоинству но хан реально очень крутой айдол который немного похож на хомяка хорошем смысле этого слова в общем пишите в комментариях как вы относитесь группе стройки и как вы относитесь к хану также напишите в комментариях как вам недавний трек группы луз майбрес мне эта песня очень понравилась и своим более развернутым мнением я поделилась своим личным телеграм-канале полинси лайф для своих ссылку на него вы найдете в описании этого видео ну и также обязательно прямо сейчас проверьте а подписаны ли вы на мой youtube канал если нет прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться и не забудьте про колокольчик